Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Марина, и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу представить вашему вниманию 4 образа, вдохновленные винтажными аутфитами знаменитостей, такие как Брижит Бардо, Джеки Кеннеди и других. При создании своих образов я вдохновляюсь не только просмотрами современных показов или каких-то блогеров, но так как гардероб у меня в основном винтажный, купленный в магазине Second Hand разных наименований, то я очень часто обращаюсь к аутфитам прошлого, я просматриваю фильмы, фотографии, какие-то хроники, где ищу вдохновение. И сегодня я подобрала для вас 4 образа, которые, несмотря на то, что были надеты несколько декад назад, также актуальны и в наше время, но мы не будем целиком и полностью их копировать, мы просто их процитируем. И давайте начнем! Я вам буду показывать образы не в хронологическом порядке, просто как карта легла, и первый образ у нас от Брижит Бардо. У Брижит очень сексуальный наряд, готовый к камере папарацци, нам такого эффекта не надо, мы возьмем все те же элементы, но адаптированные под жизнь некий Надивы. На мне уже база из этого образа это верх, низ и ботфорты. Конечно же, в моем случае у меня блузка не крыжевная, юбка подлиннее, но в целом выглядит похоже. Теперь добавим второй слой, добавим кардиган. В моем случае у меня вот такой кардиган от Missoni, он, конечно, не самый актуальный, он не держит форму, очень тонкий, зауженный, как говорится, куцей. Но я думаю, что в данном образе такие кардиганы могут найти свою вторую жизнь, потому что сюда он будет смотреться отлично, и вы сейчас в этом убедитесь. Так что, если у вас есть такие же кардиганы, посмотрите, может быть, вам понравится эта идея заново вернуть их в свой гардероб. Кстати, потому что этот кардиган такой тонкий, я надела под него шелковую сорочку, она мужская, чтобы не создавались дополнительные складки. У Приджит какое-то длинное украшение на шее, я также нашла у себя вот такое украшение-трансформер, которое очень удачно вписывается в этот образ. Вот что выходит у нас. На Приджитной Деда шляпе я решила от нее отказаться, надела шляпку-панамку вместо этой структурированной, чтобы образ казался полегче, по-принужденней, не таким готовым, скажем так. И так как у нас уже все-таки холодный сезон, нужно добавить пальто, шарф, шапку и закончить образ. А у нас на очереди уже следующий образ от Джеки Кеннеди. Мне кажется, он немножко постарше, чем от Приджит, но в целом, наверное, это одно и то же время, конец 60-х, начало 70-х, около того. И я этот образ, конечно, немножко изменила. Во-первых, на мне юбка чуть-чуть отличается от той, которая на Джеки, но в целом она кожаная и вписывается. Также я заменила водолазку на свитер, потому что я не люблю быть обтянутой, особенно если у меня такая короткая юбка. И, конечно же, я заменила обувь, я надела ботильон, у нас все-таки зима, хотя лоферы мне очень нравятся, как здесь смотрится. Но, конечно же, образ Джеки делает интересным аксессуары, а именно этот платок, повязанный на голову, образ выглядит женственным, загадочным. Давайте проделаем то же самое. Вот что у нас вышло, но стоит сказать, что так бы я смогла одеться не везде, в каких-то выборочных местах, хотя мне все очень нравится. Конечно, если вы стесняетесь так носить, платок можно просто приспустить. А еще проще его можно завязать галстуком на шею. Осталось только завершить образ, добавить пальто и сумку. Я решила добавить это серое пальто, потому что мне очень нравится сочетание розового и серого, но сюда подошло бы совершенно любое. Я подобрала синюю сумку, потому что у меня на шарфике также есть синий цвет, мне кажется, неплохо все смотрится, что вы думаете. Давайте перейдем к следующему образу. И это образ от Твиги, 60-е. Когда мы думаем о 60-е, первое, что нам приходит в голову, это, конечно же, начесы, яркий макияж, какие-то крупные пластиковые украшения. Мы же от всего этого отказываемся, чтобы не выглядеть ретро. Следующее, что приходит в голову, когда мы слышим 60-е, это, конечно же, платье трапеции, пальто трапеции, юбки трапеции. У меня в гардеробе нашлось подобное, также и секонд-хенда, как и все, собственно, остальное. Если у вас подобного платья нет, но вам бы хотелось одеться в стиле 60-х, то, возможно, у вас в гардеробе найдется, помните, в 2010 году где-то так носили платье из плотного трикотажа без рукавов, которые совсем недавно были отправлены в антитренды. Так вот, это отличная идея, возродить их в жизни, стилизовав по 60-е. И еще одним атрибутом того времени, конечно же, будут гольфы или гетеры. И, кстати, гольфы, гетеры, чулки, носки – отличная идея изменить длину вашей обуви. Если ваши ботильоны устарели, у них неактуальная длина, или они вам укорачивают ногу, то, надев всего лишь гольфы, вы измените визуально длину, но вам не придется покупать новую обувь. Но, опять-таки, надо не забывать, что у нас похолодало и нужно утеплиться. У меня в гардеробе нашлось пальто, также напоминающее нам силуэты 60-х, длины мини, как тогда и носили. Но, чтобы совсем не выглядеть ретро, я надела вместо популярных тогда кепи и берета шапочку бини, которая отлично сюда подходит. Полоски на шапке перекликаются с полосками на водолазке. И также оттенок зеленого, тот же самый, что на пальто, только светлее. В качестве сумки я добавила просто подходящую сюда по цвету синюю сумку, потому что на воротничке также синий цвет. По-моему, все получилось здорово и задорно. Идешь и подходит к концу, у нас заключительный образ. И это в 80-е. На создание этого образа меня вдохновили две фотографии одного года, 87-го, но это случайность, я не специально так подбирала. Первая фотография Синди Кроуфорд, где она позирует для журнала Vogue. А вторая это из рекламной компании Келлин Клян. Мне очень понравилась идея объединить эти два образа между собой. И вот что у меня получилось. Я надела водолазку под блузку, тем самым мне стало и теплее. И белая водолазка поддерживает мои белые казаки. Вы сейчас увидите все это вместе. Пояс также из 80-х. Он отлично перекликается с ковбойской темой обуви. По-моему, это выглядит здорово. И также блузка, как вы видите, очень напоминает блузку, которую носили Кроуфорд. Она свободная, удобная. И это те 80-е, которые я ношу, которые удобные, практичные. И, мне кажется, легкие в исполнении. В качестве верхней одежды я решила добавить джинсовку. Я знаю, что на зима уже и в джинсовке никуда, естественно, не пойти. Но мне уж очень нравится, как это смотрится. Как вариант джинсовку всегда можно оставить в офисе, прийти в чем-то обычном, в пуховике, пальто и там переодеться. И если у вас в регионе еще очень тепло, то с помощью водолазки можно продлить ношение джинсовки еще на какое-то время. Я на джинсовке подкатала рукава, чтобы выглядеть чуть-чуть изящнее, потому что, как видите, она очень-очень свободная. Но тем джинсовки из 80-х и отличались, что они были очень свободны, но и короткие. То есть они не прибавляли вам как такового объема. Также я добавила сумку по стилистике, напоминающую 80-е и хорошо перекликающую синей блузкой. Сумку вы уже видели в предыдущем образе. Вот что получилось. Ну что же, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, если вы вдохновляетесь винтажными образами при создании своих. Мне будет очень интересно почитать. И спасибо. До скорых встреч. Пока.